Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы сегодня продолжаем цикл наших передач в героическом эпусе хронского народа монахи. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя монахи Сагумбаева Розбакова написан пятитонный роман «Прозе Монахс». Вот он перед вами. Эти книги полностью сейчас включены в школьную программу по хронской литературе. Затем я эти книги полностью перевел на русский язык, и они также включены в школьную программу. Кроме этого, мною подготовлены две рабочие цитрали для школьников по изучению Эпуса Монахс для 8-11 классов. Они также включены в школьную программу. Сейчас, в настоящее время, я работаю над второй частью Монахса Симмитрея. Закончил первый том, сейчас работаю над вторым томом этого произведения. О высоком качестве моего романа свидетельствует то, что мой роман, первый том, в узбекском переводе был включен в статонную антологию, всемирно-тюркиязычной литературной антологии, изданной в прошлом году в Узбекистане. Моё произведение включено, издан в 88 томе данной антологии. Кроме этого, чтобы популяризировать Эпус, я постоянно уже в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на русском и корзинском языках. И надо намечить, что видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрым на 112 языках мира. Это значит, что теперь Эпусом Монахса и моим романом может ознакомиться любой житель нашей планеты на своём родном языке или языке, наиболее доступном ему. Вот это всё, что я вкратце хотел рассказать о своём романе. Ну, а теперь я, прежде чем начать читать отрывки своего романа, хочу удовлетворить просьбу своих зрителей. Они просили меня не только читать отрывки из книги своей, но и также по мере возможности дать информацию о великом Эпусе Монахсе. Кто да как, когда он, этот Эпус появился, сказки или реальные события, описанные в ней. Поэтому я решил удовлетворить эти пожелания и назвал сегодняшнюю передачу «Эпус Монахс. Мифили. Реальность». Надо сказать, что история кыргызского народа практически не изучена. Наша история документально подтверждена писемными источниками, только начиная с 1961 года, после того, как первые племена северных кыргызов, северной Кыргызии, были добровольно вошли в состав России. Только после этого началось документирование всех тех или иных событий в жизни кыргызского народа. А до этого все события передавались в устой форме. Ну, сами понимаете, в устой форме не всегда можно доверять им, потому что где-то может кто-то прибавил и убавил, и смысл информации уже искажается. Ну, а так, если взять чисто, значит, карганскую филологию, моносоведение, то сейчас на данный момент, на данный момент существует наиболее популярно обоснованы три версии о времени возникновения эпоса Моназа. Официально, официально Моназу сейчас тысячу лет, потому что мы в 1995 году отмечали тысячелетие эпоса Моназа. То есть с тех пор, если 28 лет прошло, получается, что эпосу 1028 лет. Но среди моносоведов существует три версии. Первая версия – это версия нашего выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова и известного черколога Александра Мирштама, согласно которой эпос Моназ появился в IX веке. Это время, известное в историографии как «Инисейский период в истории каргызов». Кыргызский, великий Кыргызский Каганат. И по ее подтверждению, прототипом Моназа является Каган, то есть предводитель этого Каганата – Бахшпек Каган. Но вторая версия – это ученый Булот Юнусалиев, считая, что эпос появился в IX-XI веках в эпоху правления карханидов. То есть в это время кыргызы победили здесь, на территории Кыргызстана, каракитаев, каракитайцев и сумели обратно вернуться на свою историческую родину, в Алату. Ну и третья версия – это версия историка Виктора Жермунского, согласно которой эпос Моназа появился в период между XV и XVII веками, в период правления джунгарских ханов. Но как бы то ни было, все эти вот эти версии приходят, все эти ученые приходят к однозначному выводу, что Моназ – это не сказка, не миф, и он имеет под собой реальные события и реальных людей. То есть это уже однозначный, доказанный факт. Ну, к сожалению, как я говорил, наша история практически не изучена, и этот вопрос требует своего изучения. Потому что, сами понимаете, от, скажем, версии Мухтара Ауэзова и до версии Жермунского тут получается чуть ли не разница в тысячи лет. Ну, Ауэзов говорит, что этот появился в IX веке эпос, а Жермунское, что в XVIII веке. Считайте, это тысячи лет разница между ними. Поэтому нужно отшательное все-таки этот вопрос изучить. Вот, в этой связи хотелось бы сказать, что у нас недавно побывала группа китайских ученых, которые сообщили, что в китайских архивах найдены новые документы, которые проливают свет на историю каргызского народа. Наше правительство выделило специальные деньги, средства, что группе наших ученых, чтобы они поехали туда и привезли соответствующие документы и перевели их на каргызский язык. Ну, тогда уже будет все более-менее ясно. Ну, я в неофициальном порядке разговаривал с одним из наших ученых, историков. И вот он мне сообщил интересную вещь, что якобы еще две тысячи лет тому назад каргызский язык был в китайском дворе и во всей Азии языком межнационального общения, межгосударственным языком. То есть, как сейчас, английский язык является международным языком, как русский язык, так же каргызский язык был якобы языком межгосударственного общения. Ну, я посмеялся, говорю, это же какая-то чусь собачья, ничем не подкрепленная, конечно, приятное слово, но это же никаких доказательств нету. А он огорошил меня второе новостью, говорит, что Чингисхам был великий предводитель, завоеватель Чингисхам был. Я говорю, слушай, ты давай сказки рассказывай. Он говорит, нет, мне китайский товарищ историк рассказал, что у них есть документальное подтверждение о том, что они сами, оказывается, сказали, приезжайте, посмотрите, переведите, вы сами увидите, что это чистейшая правда. Ну, я думаю, наши ученые, если поедут туда, привезут документы, и тогда будет более-менее ясно, насколько эти гипотезы соответствуют действительности. Светлый свинья еще хотел сказать, что я, когда работал над написанием своего пятитомного романа и над Симитем сейчас, я тоже изучал, сравнивал эпос в историческом докторе, когда это было, кто мог быть прототипом монастыра, и пришел к выводу, что нашему эпосу не тысячи лет, даже не две тысячи лет, даже пять тысяч, а гораздо больше. возможно, даже нашему эпосу сто тысяч лет. Почему я так говорю, на чем я основываю свои выводы, я расскажу в своей следующей передаче. Ну, а сейчас, пока, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Глава третья Свотовство Монаса Когда Колымб был готов, чтобы поехать к этому миру, Монас в течение шести дней собрал возле себя двенадцать тысяч черноусых джигитов. Жаков выбрал девять тысяч стариков, черды девятьсот старух, а сорок витязей, сорок тысяч человек в качестве помощников. Всех должны были сопровожать сто коммузистов, три гарниста, тридцать семь флейтистов, шестьдесят девять рыбачей, пятьдесят мастеров. Крызы от сорока домохозяйств отобрали по одному барану и собрали всего тридцать тысяч голов мелкого рогатого скота. Кроме этого, они взяли сто одногорбов, двести двухгорбов верблюгов, три тысячи лошадей. Назначив управляющим всем скотом Маймарту, Джаная, Крызы отправились в город Атемира. По дороге, когда они шли, во всю мошь гремели трубы, свистели флейты, крохотали барабаны, блеяли бараны, мчали коровы и ржали кони. Вся эта кавалькада, непрерывно двигаясь в течение двенадцати дней, на тринадцатый день достигла города Кейипа. Первым из городов корызов увидел рослый, смуглый юноша Джугору, который в это время пас овец в степи. Он испугался такой многочисленной армии. Джугору сразу побежал обратно в город и явился в покое хана Атемира. К нам прибыла бесчисленная рать, поднимая пыль до небес, дрожащим голосом произнес юноша. Кажется, мы попали в беду. Увидев, как их много, я испугался и подумал, что весь мир прибыл в Кейип. Немедленно собрався всем войскам, дал приказ растерявшись от Эмир. И если пришли враги, пускай они молятся своим богом, мы уничтожим их. Когда был брошен крит сорока тысяч воинов, многих из них вельмозы довольно быстро привели к хану. Повелитель прибывших врагов очень много с волнением проговорил об бокал одетых в синий шлем. Если они перейдут наступление, наши люди не уцелеют. Нам не осилить такую большую армию. Прекрасно поняв это, воины мира растерялись, трусы стушевались и молки устраивались на землю. Хан пришел еще большее замечательство. Пускай нас хранит Бог, подобно у которого душа ушла в пятки. Откуда взялись эти войска? Вокруг ни у кого нет такой сильной армии, чтобы тягаться со мною. Так откуда взялась такая многочисленная армия? Откуда они? С какой целью вторглись по нашу землю? Каковы их требования? Хрустя пальцами хан задуман ничего посмотрел на приближал из-за того, что мы не сможем в открытом бою победить врагов, все вопросы необходимо решить мирным путем, подумал кого же мне отправить к ним послом? У нас нет другого выхода, кроме как выполнить все требования неизвестных войн. В противном случае мы полностью будем уничтожены. Обреваем такими мыслями Атемир не знал какое принять решение и впал в ступор. Когда он находился в таком состоянии, к нему вошли Аживай, Чалывай и Кутунай. Узнав их, Атемир пришел в себя сразу успокоиться. Не волнуйтесь, обратился к приближенным. Те, кого мы принимали за врагов, оказались каракрызами. видимо, Жаков добрался до родных мест и пригнал к нам калову. Каракрызов поздоровали с этим миром, приветствовали его. Повелитель, сказал Аживай, Жаков и ваш зять Манас прибыли в ваш город. Пожалуйста, оповестите об этом твою дочь. Не успел он закончить свою речь, как в город вошли карызы, гоня перед собой 30 тысяч овец по улицам. Управляющий Атарами Кунра стал спрашивать встречных горожан, где находится главный пастух вашего хана? Пусть он примет коров и обустроит овец. Все горожане были поражены. Откуда пригнали таких упитанных жирных варанов? Стали шептаться между собой таджики. Видимо, этот скот очень большого богача. Какой цель он преследует, пытаясь продать столько овец? Переглядываясь, волнованные горожане, желая купить такую жирность, сополонили улиц. Стали расспрашивать пастухов, где можно найти хозяина Атар. В это время пять аксакалов-карызов во главе с Бакаем пришли к Атемиру присоединились к Ажимаеву. Когда они тепло поздоровали с ханом, с громким шумом, и они опередили собой трех тысяч лошадей, девятьсот коров, в город прошли, управляющий тамунами Саламат, управляющий коровами Ильдейш. Они стали громко кричать «Где ханские кони пастухи?» Атемира принимай свою скотину. Увидев несмертное количество живности, заполонившее весь город, Атемир пришел в неописуемый ужас. Зря я добавил в колын требования, а дачи крупного рогатого скота стал горевать он. Кыргызу пригнали в город Буков с огромными рогами, очень крупных и мощных. Ни один из горожан от страха не может подойти даже близко к подающимся лобам. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До субтитры